Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Более 600 сочинцев должны переехать в дом над Депутатской в конце года. Это крайний срок, который застройщику установила мэрия. В Сочи готовы еще два дома для переселенцев из Ветхого фонда. Здесь новое жилье получат более 170 семей. Дорожные знаки пошли под снос. В Сочи приводят в порядок дорожную сеть. Начали с центральных улиц курорта. Море зовет. В Сочи открылась одноименная выставка народного художника Васи Ложкина. Владимир Путин пообщался с детьми из 66 регионов. Сегодня президент России посетил образовательный центр «Сириус» в Сочи. Участие в мероприятии принял их губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «Сириус» создан по инициативе главы государства в 2014 году. Каждый месяц в Сочи приезжают 600 ребят со всей страны. Они обучаются по различным направлениям. От научных дисциплин до спортивных. Детский образовательный центр сначала своей работы принял более 15 тысяч школьников. Также сегодня Владимир Путин встретился в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Продолжаем выпуск. Домашние задания не выполнили главы городов и районов края. Держали накануне ответ перед губернатором. Вениамин Кондратьев проверил, как исполняются его поручения и провел традиционный час контроля. В зале заместители губернатора, руководители краевых ведомств, на видеосвязи главы всех муниципалитетов. Контрольное управление подготовило подробный анализ всех невыполненных поручений, которые давал губернатор. Первому ответ пришлось держать главе Гулькевичского района. Муниципалитету были выделены деньги на реконструкцию водонапорной скважины и капитальный ремонт дороги в райцентре. Но из-за длительной процедуры подготовки документов средства так и не использовали. Деньги вернулись в краевую казну. Вениамин Кондратьев отметил, такая ситуация недопустима. У других получается, а у вас нет. Ну задумайтесь иногда на теме, кто у вас занимается конкретно этой работой. Вы деньги взяли, подержали, а потом еще и вернули. А самое главное, что здесь люди, которые ждали, люди ждали и они не дождались. Я все, что от меня зависело, сделал. Деньги выделил на то, что обещал. А вот то, что от вас зависело, то почему-то не получилось. А в смысле еще давать вам деньги, если вы с элементарным не справляетесь. Это уже, коллеги, преступление перед населением района. Эти деньги не использовать. Районов, которые просят, предостаточно. Но дали и зарезировали для Гулькейческого района. Для большинства муниципалитетов общей темой стало самовольное строительство. В первую очередь это касалось прибрежных городов. Этот вопрос у главы региона на особом контроле. За последние два года в крае не был узаконен ни один самострой. Зато в ранее возведенных объектах продолжают жить люди. Главы курортных городов отметили, что некоторые застройщики готовы идти на мировое соглашение и привезти дома в соответствии со всеми нормами и требованиями, а также благоустроить территорию, парковку и установить детские и спортивные площадки. Мировое соглашение, конечно, компромисс. Конечно, компромисс. Но надо четко понимать, что оно должно быть весомым для застройщика, для горя застройщика, который построил и власть на самом деле пошла ему навстречу. Высотки возводим на 10 сотках, как это правило в любом морском городе у нас порой бывает. А потом начинаем думать, куда же все остальное и где же взять. Возможность, допустим, и припарковаться, в том числе и детям поиграть. И школы, и детские сады тоже потом изыскываем дополнительные возможности, чтобы из этой высотки детей разместить. Люди понимают, что мировое соглашение, оно не отходится ему в три копейки. Прибыль, он ее направляет именно на то, чтобы решить эти проблемы. Они стонут от этих мировых соглашений. Но другого варианта для них нет. Здесь есть мировое соглашение, оно должно выполняться. И оно должно быть весомым. Благополучие жителей региона зависит от каждого, отметил Вениамин Кондратьев. И проблемы нужно решать сообща, а не перекидывать ответственность с одной власти на другую. Надо заканчивать с футболом. Когда муниципальные власти кивают на краевые, краевые на муниципальные, это вообще никак не годится. Я уже не раз говорил, одна большая команда, если что-то не делается в крае или кто-то мешает, назовите конкретно. То же самое краевые коллеги. Если вы считаете, что какой-то глава или его команда пробуксовывает и явно не выполняет поручения, тогда тоже об этом скажите. Но не нужно это делать как объяснение, не выполнение моего поручения. Люди ждут, и мы обязаны не подвести жителей нашего края. Они на вас надеются, они на нас надеются. Чтобы мы не говорили, как бы не оправдывались, как бы не обижались друг на друга, но наша сегодня задача – выйти на результат. На совещании говорили и о развитии детского спорта. В 12 школах края нет собственного спортзала. Вениамин Кондрадев поручил разработать типовые проекты малобюджетных спортивных залов. Следующий час контроля глава региона проведет ровно через месяц. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. Больше 600 сочинцев должны переехать в Москву в конце этого года. В декабре застройщик одноименного жилого комплекса на Демократической 10 обязан сдать дом в эксплуатацию. Это последний срок, который поставила мэрия. Ведь дольщики ждут возможность заехать в свои квартиры уже в течение 4 лет. Продолжит Татьяна Говоркова. Этот дом незаметить невозможно, а тем не менее 3 года он простоял как призрак. Разрешение на строительство такого 20-этажного трелистника общей площадью 148 тысяч квадратных метров было выдано мэрии в декабре 2012-го. Уже через 2 года дольщики по плану должны были въехать в свои квартиры. Но не случилось. Стройка застыла. Причин много. Одна из них введена в период подготовки к Олимпиаде мораторий. Учитывая все сложности, администрация неоднократно продлевала застройщику сроки возведения жилого комплекса «Москва». Согласно проекту, в доме находятся 627 квартир и 28 объектов недвижимости коммерческого назначения. Все помещения проданы, а значит деньги на завершение строительства есть, но результата нет. Опасаясь так и остаться без денег и квартир, участники долевого строительства обратились к главе города. Два месяца назад Анатолий Пахомов инициировал встречу в мэрии застройщиком, где были обговорены итоги затянувшегося строительства. После этого совещания с дольщиками, собрания с дольщиками, департамент строительства взял на еженедельный контроль ход выполнения работ. На объекте совместно с застройщиком проводятся в присутствии инициативной группы проводятся планерки, на которых разработан план, сетевой план, график выполнения работ. И каждую неделю анализируются их ход выполнения, проблемы возникающих ход выполнения и фактически оставшиеся работы. Накануне на стройплощадку, чтобы проверить, исполняет ли свои обязательства застройщик, приехал и глава города. Мэр пообщался с дольщиками и задал вопросы строителям. Благоустройство территории – один из разделов проекта, на основании которого выдавалось разрешение. Здесь предусмотрена парковка и детская площадка. Но пока важно откорректировать сам проект дома и в срок выполнить дорожную карту. Несколько есть отклонений от проекта, и этот проект можно откорректировать и сделать экспертизу. Но, к сожалению, мы не видим со стороны застройщика вот такой же активной деятельности. Поэтому сроки он может не выполнить, которые сделал по дорожной карте. Он должен понимать, и жители должны понимать, что у власти тоже есть определенный кредит доверия. Чтобы застройщик не зашел в тупик, ему необходимо выполнить все обязательства. По данным мэрии и дольщикам он уже откорректировал проект. Произведена замена высоты каждого этажа. 21-й технический этаж стал жилым. Сейчас проходит процедура согласования этих отклонений. Наряду с бумажной волокитой работа кипит и на площадке. Строители трудятся над устройством водопровода. Проводят внутренние электрические и сантехнические сети. Ливневая и с фосфикальной канализацией уже проложены. Пока добраться до своих квартир дольщики могут только по лестнице. Лифта еще нет. Но главное, говорят будущие жильцы, дело сдвинулось с мертвой точки. Мы благодарны администрации, что они вмешались и взяли на контроль нашу стройку. И будем надеяться, что с их помощью строительство дома будет доведено до конца в этом году. В интересах дольщиков мэрия ведет работу с коммунальными службами по оперативному заключению и выдаче тех условий. Так что никаких препятствий, чтобы сдать дом в срок до конца декабря у застройщика нет. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Тем временем в Сочек сдачи в эксплуатацию готовы еще два дома для переселенцев из Ветхого фонда. Новоселы практически на чемоданах ждут получения документов. О том, кому на этот раз повезло с новым жильем, об этом материал Елены Овсециной. В эти бараки без удобств люди въехали в 1968 году. Тогда мать Бориса Васильевича Деревянко, которому на тот период было 17 лет, получила двухкомнатную квартиру от совхоза «Октябрьский». Семья разрасталась, здесь родились и его дети, и уже внуки. Предусмотрено было печное отопление для обогрева проживающих. И уходило дров, порядочно, около машины дров на зиму. На следующий год собирались отмечать полувековой юбилей шестиквартирного дома. Рядом такой же барак на семь квартир. Но случился другой праздник. Администрация города предложила жильцам переселиться в более комфортные условия. Про дровяник придется теперь забыть все мысли о том, как обустроиться на новом месте. Нравятся и новые стены, и ремонт, и планировка, но больше всего сам микрорайон. Это верх переулка Вишнево. «Из Хостинского района переезжаю в центральный район. То есть преимущество мы имеем. Тем более у меня внучка пойдет здесь в гимназию на Макаренко. Поэтому удобно будет в центральном районе прописка, и одновременно в центральном районе школа будет ходить». Борис Васильевич рад и тому, что с переселением увеличивается его жилплощадь. В бараке было 33 квадратных метра, в новостройке – 44. Обычно по федеральной программе предоставляют жилье метр в метр. Но если подобрать жилье с такой квадратурой не получается, то муниципалитет сам расплачивается за лишние метры. Но не все переселенцы спешат в новые квартиры. Кто-то рассчитывает на большее, что противоречит закону. И даже если жилье представляет серьезную угрозу для жизни, и принято решение переселять по саду, все равно не выселяются из аварийного дома. Тому пример барак на Виноградной, где при обрушении ветхого строения погибла в начале июля женщина. Глава города рекомендует, пока федеральная программа по переселению из ветхого фонда продлена еще на два года, улучшать свои жилищные условия. «Ввели еще и свою городскую программу. Поэтому мы не останавливаемся и уже знаем, что будем дальше строить на следующий год дом. И будем 100 семей переселять уже в следующем году. Можно сказать, что это и есть частногосударственное партнерство. И это частногосударственное партнерство у нас достаточно эффективно работает». В эти два дома переселится более 170 семей. Застройщики делают в квартирах ремонт, и переселенцы въезжают уже в готовое жилье. Более того, они обустраивают территорию вокруг дома. А здесь, на переулке Вишнево, еще и сами делают подъездные пути, чтобы пустить наверх маршрутку. «Для удобства жителей, по просьбе главы города, мы за свой счет, компания решила построить дорогу, которая существенно сократит расстояние до главной дороги Пластунской. «Делают сваи. Вот такая бетонная стенка будет по всей длине. И 5,5 метров с тротуаром, с ливневками будет хорошая дорога». В Сочи переселять людей из ветхого жилья стали с 2012 года. За последние пять лет тысячи семей въехало в благоустроенные квартиры. Елена Овсевцин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Готовь сани летом, да и тепловые сети тоже. Такой позиции придерживается Сочи, поэтому сегодня состоялась межведомственная комиссия по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы к предстоящему отопительному сезону. До начала подготовки к отопительному сезону еще два месяца. Тепло в батареи обычно пускают 15 ноября. Пока же на котельных проходят по графику профилактические работы. Из 110 котельных готовы 50. Кстати, в здравницах, санаториях и отелях горячую воду не отключают. Эти объекты пройдут подготовку только осенью. А вот жители многоквартирных домов уже должны позаботиться о теплой зиме, дать заявки на осмотр тепловых сетей в хозяйствующей организации, соответствующей той или иной форме собственности. Управляющие компании должны сегодня не только провести полностью инвентаризацию и теплового хозяйства, канализационного хозяйства, но также заняться вопросами подготовки подъездов к зиме, дворовых территорий. Кроме этого, конечно, особое внимание нужно уделить нашему теплохозяйству. В Сочи Теплоэнерго начинают работу по проверке систем отопления, их промывки и опрессования. 60% домов эту процедуру уже прошли. Всего же в Сочи насчитывается 1690 многоквартирных домов. На совещании присутствовали ТОСы и домкомы. Были рассмотрены примеры отдельных проблемных объектов. Получить необходимую консультацию по вопросам ЖКХ сочинцы могут в единой диспетчерской службе администрации города. Дорожные знаки пошли под снос. После общегородского совещания с сотрудниками ГИБДД, представителями транспортных служб и общественниками, а также после мониторинга улиц, дорожная сеть курорта активно приводится в порядок. После этого на улицы выйдут и машины службы эвакуации. Подробнее Рената Шипулина. Эвакуация должна быть действенной, а главное нужное курорту. Проводится по заказу города именно на тех участках, где это действительно необходимо. При этом дорожные знаки, согласно которым остановка или стоянка запрещены, никто не отменяет. А вот их дислокация и целесообразность установки в части уже пересмотрены. Одними из первых демонтажу подверглись знаки на центральных улицах курорта. Необходимость дислокации некоторых из них пересмотрели. Так на улице Островского убрали знак, разрешающий парковку только для инвалидов. Причем, согласно ему, машины со специальным обозначением парковаться здесь могли на участке длиной 30 метров. Оставлять такую территорию только под стоянку машин со знаком «инвалид» посчитали нецелесообразным. Но для нескольких таких автомобилей все же будет предусмотрена парковка. И соответствующий знак вскоре появится. Мы приводим в соответствие с ГОСТами и правилами установку дорожных знаков, которых развелось у нас большое количество. Люди в них начинают путаться. Будет демонтировано сегодня порядка 12 знаков, развернуто в нужном направлении еще порядка 10 знаков. Доставлено информационных табличек порядка 16. Напротив Южгипрокоммунстроя сегодня также освободили площадку от знаков. Здесь и стоянка такси, и парковка для инвалидов, и даже знак «остановка» запрещена. Кому все-таки здесь можно было оставлять железного коня – вопрос. Для машин эвакуации до недавнего времени все стоящие здесь авто – нарушители. Теперь все просто – парковка для автомобилей. А наряду с демонтажом знаков приступили и к обновлению дорожной разметки, пока работы выполняются в гостевых зонах. Соответствие знаков и линии на полосах движения должны соответствовать друг другу. С оптимизмом на перемены, происходящие в уличной дорожной сети курорта, реагируют и сами горожане. Очень хорошо. Парковаться хоть будет есть где, не будут увозить эвакуаторы, хоть встать где будет. На следующей неделе будет демонтировано порядка 70 знаков, а всего на курорте уже убрали 112. Эта работа продолжается, в том числе и в жилых микрорайонах. При этом учитываться будут замечания и предложения горожан. Рината Шипулина, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Экопоезд волонтеров мира прибыл в Сочи. На курорте добровольцы из Абширонска побывали на экскурсии в музее Дереводружбы, а также приняли участие в экологической акции. Мероприятие прошло в рамках года экологии и грядущего фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в городе этой осенью. Экологическая акция «Экопоезд волонтеров мира» стартовала 11 апреля в Кубанской столице. За три месяца в ней приняли участие добровольцы из 40 городов и поселков региона. Настал черед из Сочи. На курорте состоялась торжественная передача флага экологической акции, а ответный подарок принимающей стороны – горшок с хризантемой. «Уникальность акции состоит в том, что мы даем возможность волонтерам, участвующим в акции, не только нести экологическую направленность, экологическую культуру, но и знакомиться с традициями, национальной культурой районов и народов, которые проживают на территории Краснодарского края». В бамбуковой роще за круглым столом опытный экскурсовод познакомила волонтеров с историей возникновения музея Дереводружбы. После вводной лекции ребята отправились на прогулку по аллеям парка. Добровольцы из Абширонска говорят, такого разнообразия цветущих деревьев и растений видят впервые. «Узнал очень много нового, для себя открыл тоже очень много нового. Не всё запомнил, скажу честно. В таких ботанических садах я впервые. До этого у меня не было большого интереса к растениям, к сельхозкультурам. Ну, не было у меня такого. Сегодня всё поменялось, и я понял, что этим можно поинтересоваться, этим можно заняться, изучить литературу». Финальным этапом экологической акции стал субботник. Вооружившись перчатками и граблями, волонтёры очистили бамбуковую рощу от накопившейся листвы. С поставленной задачей справились меньше, чем за час. «Мы помогаем бюджетным учреждениям сделать места посещения иностранцами, нашими туристами, более чище, более приятными для посещений. Тем самым сами приобщаемся к труду». Уже завтра сочинские волонтёры отправятся в Туапсе, где продолжится экологическая акция «Экопоезд волонтёров мира». Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Впервые в Сочи Вася Ложкин – народный художник не по званию, а по сути. Сегодня на курорте, а именно в арт-галерее «Форд» открылась экспозиция культового российского художника. Выставка «Море зовёт», где автор лично представил более 50 живописных работ и несколько инсталляций, специально создана для города Сочи. Творчество Васи Ложкина люди или обожают, или считают полным шлаком. Равнодушных нет. В основном на его картинах «Коты», «Безумные бабушки» и «Такие же дяди», а ещё «Алкоголи» немного политики. Нарисованы они в стиле примитивизма. Но от этого, говорят почитатели, эмоциональная составляющая работ становится только сильнее. Стиль такой живописи сам автор называет мистической карикатурой. Кстати, все прототипы Ложкин рисует с себя. Я не Лена Родовинчи, не Шишкин. Шишкин – мой любимый художник. И, конечно, это не большая живописка. Ты самокритичный. Ну, я не самокритичный, я скорее реалистичный. В целом, этими сатирическими рисунками художник и, кстати, блогер и музыкант Вася Ложкин, а по паспорту Алексей Куделин, высмеивает современный образ жизни молодёжи из неблагоустроенных городов. Все действия на депрессивно-смешных картинах проходят в вымышленном городе Кобылозаводске, населённом патриотичными и работящими жителями, которые решают свои житейские проблемы и отдыхают на фоне общей неблагоустроенности. Работы же из серии «Море зовёт», созданные специально для курортного Сочи, зрители увидят впервые. Здесь всё те же персонажи, только из Кобылозаводска они перекочевали на море. Таинственное и страшное, ласковое и родное, жестокое, непокорное, всесильное и бесконечно прекрасное. Таким его видит Ложкин. Рисую, как вот получается. И это нравится людям. Ну, там, коты какие-то, безумные старухи. Стараюсь никого не злить, не эпатировать. Ну так, в мягкой форме. Делаю о душе, естественно. То есть вот всё, что я нарисовал, я нарисовал с любовью. Стараюсь складывать несколько смыслов. Не один, а прямо вот чтобы этот человек, зритель, был соавтором картины, чтобы он смотрит на неё. И в силу своего там образования, ещё чего-нибудь, он понимает. А, это же вот про это. Хотя я даже и не об этом не думаю. Ну, и это при секрету успеха, что надо человеку, зрителю дать возможность быть соавтором. Вася Ложкин, к слову, этот псевдоним он придумал, работая корреспондентом в газете. Оптимист. Все его истории, рассказанные на холсте, сначала будоражат ум, но заканчиваются хэппи-эндом. Котохудожник Вася Ложкин – один из самых легендарных персон Рунета. Его наивные, на первый взгляд, картины в традициях народного лупка на самом деле поднимают остро-социальные вопросы. Алкоголизм, дикость, расизм, безнравственность общества. Увидеть всё это воочию и совершенно бесплатно можно в арт-галерее «Форд» до 18 сентября. И в завершении информации от наших партнёров. Производитель имплантатов из Израиля впервые в Сочи проводит акцию во всех филиалах стоматологической клиники «Валеденталь». Практическая имплантация и протезирование за один день во время акции до 31 июля цены снижены на 30%. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова «Наши»